итак ребята вот три детали готово средние стартовые с двумя малыми фальцами правая боковая которые мы с вами вместе заготавливали и левую тоже я сделал по такому же примеру только на левую сторону сейчас мы установим их но не до конца так прихватим чтобы они стояли уже на месте на своем чтобы потом нам было проще вымерять и скажу по поводу сейчас вам вот этого почему мы здесь вот такой сделали остаток но тут есть один момент до конца вот так вот не срезаем вот у нас есть линия гиба где будет останавливаемся до нее вот так вот я потом объясню для чего так ребят смотрите у нас картина достанет да и у нас тут есть вырез пока отложим я собесни почему я взял с куска металла похожий узел давайте поставим отсюда смотрите допустим давайте с имитируем что здесь загнулся фальц здесь но металла нету на малым с имитируем что здесь в конечном итоге зафальцуется заложится соответственно потом поднимется то есть соответственно смотрите вот это уже двойной и соответственно здесь у этого металла который здесь будет он пойдет сюда дальше по сути здесь уже фальц кончается и здесь уже будет просто нахлёст то есть и возможно когда здесь будет стоять снег весна будет таять возможно отсюда будет подсос воды вот небольшой но возможно будет поэтому чтобы у нас металла хватило и чтобы у нас было продолжение здесь вот этого фальца до малого мы и сделали именно этот вырез чтобы потом по месту уже сделать правильное послабление ну и все давайте прихватим квартиры картины эти три и перейдем к следующему замеру Municipal на том что мы здесь сейчас не делаем на ну и все а п Продолжение следует... 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 где-то кусочек остался можно взять ватман какую-нибудь бумагу вот и с него сделать этот узел чем ватман плохо если дождь или ну так у вас мокрое основание то бумага быстро в этот промокнет а этот нет поэтому будем делать из мембраны шаблон как это делать портные допустим так у нас есть здесь линии вот эта линия есть это линия эта линия и эта линия вот эта линия что мы есть нарисована она может быть вообще не совпадать она под нарисована просто так перекладываем чтобы хватало мембраны до этой линии вчера пересмотрел последнюю запись этого шаблона который снимался с того ракурса и понял что ничего не видно вот поэтому уже сегодня следующий день и надо переснять смотрите что нам сейчас здесь надо сделать нам надо по сути прочертить или наметить вот эти вот линии на мембране сюда сюда положим мембрану заверить что все видно еще раз со всей линии все видно значит так потому что это очень важно чтобы было понятно у меня если видно уже вчера вчерашние эти линии поэтому мы сейчас будем рисовать маркера по новой укладываем так чтобы хватило за линию вышло здесь за линию хватало здесь и соответственно вот на этой линии вдвоем конечно же то удобнее делать придерживать мы в нашем случае возьмем скотч чтобы прихватить здесь стоит все стоит нормально теперь берем маркер важно чтобы было все особенно в этом треугольнике которые у нас есть да все плотненько лежала до угла вот этого и мы нащипываем вот это вот ребро которое у нас идет ставим метку далее смотрим чтобы натяжка была нормальная ставим здесь вот она линия здесь далее ставим вот эту линию метим ее и соответственно вот это вот сделали теперь идем отсюда здесь прижали и повторяем вот это наш треугольник он прощупывается поэтому ничего сложного в этом нет нарисовать сделали метим где у нас будет подъем пальца и соответственно от этой линии вот она теперь здесь вы смотрите многие делают как эту линию которая вот сюда идет да она ну путем всяких вычислений а вот можно просчитать но это очень долго вот и муторно поэтому тут зажимаем 10 угол и ведем вот так вот пальцев мембрана сама покажет как ей нужно такую линию здесь задать и вести пальцем мембрану то есть дальше она не даст видите она начинает натягивать ее ближе если сюда делать то получится складка видите так чтобы она шла в натяжку вот даже на кнем рисуется соответственно я делаю тоже самое ставлю здесь метку по сути все ну вот можно отметить еще конечно то это вот меточку который идет он весь вас подъем 20 сантиметров а 17 половиной сантиметров смотрите чем хорошо вот этот способ мембраны то есть нам не надо вот эти вот постоянные замеры делать и мембрана сама показывает как нужно лежать и особенно ты тут линию по сути делов на три минуты а вот чтобы вот это вот снять именно сделать шаблон вот и сейчас то же самое то же самое я сделаю с другой стороны только белым маркером и мы пойдем с вами уже на стол на верстак делать деталь и так ребята у вас на объекте должно быть в любом случае широкий рулон для того чтобы потом можно было делать из широкого именно нестандартные детали на каждый объект мы примерно процентов в зависимости от объекта мы заказываем рулоны 1250 чтобы широкий значит вот наш шаблон нас интересует именно черная разметка давайте я также скотчем его прихвачу к металлу чтобы он был уже неподвижный смотрю что пизде запасов катала все мы его прихватили и давайте для вас я сделаю почерчу все линии чтобы было понятнее потом будем который будем переводить на металл просто здесь это сделаю на шаблоне для вас чтобы у вас было представление значит соединяем все наши метки вот наш треугольник который там соединяя поправляем раз соединили линию теперь вот у нас . и словить как кривая с мои выровняем сделали здесь нормально . который будет подъем 17 половиной здесь можно тоже поставить 17 половиной метку у нас и соединить далее мы потом уже на металле сюда прибавим тоже два с половиной сантиметра здесь тоже нарисую ориентировочно далее соединяем с этой меткой далее соединяем с этой меткой это у нас фальс который сбоку ну соответственно вот здесь тоже это у нас подводка потом будет с картинами от рисовали далее когда мы сейчас сделаем энкером все точки к этим линиям мы прибавим еще запас на формирование пальцев вот так вот здесь цель страны тоже мы прибавим на фальс и с той стороны тоже сколько я вам чуть позже скажу теперь у меня есть вот такой чтобы нагернять инструмент инструмент и мы в точках делаем такие движения 1 2 3 4 5 6 все по основным точкам и пробились снимаем шаблон шаблон может быть если у вас много труб используется несколько раз просто рисовать надо разными карандашами цвета чтобы не перепутать все и теперь мы эти точки соединяем давайте для вас сделаются синим карандашом заточу его наши точки не туда и туда не туда поставил линию вот она да а да 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 а да а это линия лишняя здесь все видно не видно так вот наш сбивай стопы да это вот наш раскрой наш карандашик наточу далее мы прибавляем на фальц с правой стороны у меня будет малый фальц поэтому я здесь запасом чтобы здесь радиус крутить закону возьму 60 миллиметров от линии везде отмерю 60 миллиметров нарезаю 10 есть вот эта линия у нас подводки прибавим здесь запасом потом скорректируем же лучше лишнее отрезать чем 60 миллиметров возьму потом уменьшим до 40 по месту подводку ну и там где у нас будет фальц малый мы возьмем тоже запасом также 60 потом по месту к деталь будет стоять мы лишь не уберем проще убрать лишнее чем не будет хватать но и здесь от этой точки нас вот это 17 половиной плюс 25 делаем от вас 200 миллиметров здесь мы сделаем от этой точки тоже 200 миллиметров приведем линию сплошную все провели и и теперь вот поэтому внешнему рисунку мы вырезаем и оставляем деталь потом будем ее загибать так все отрезали и и сейчас я роликом намечу эти линии вот в основном только эту эту и эту деталь с огнем и потом все остальные фальцы загибы вот мы будем уже формировать по месту на крыше теперь далее я уже это догнул на листогибе чем хорош станок тапок нету ограничение по длине и и можно такие гибы делать на нем я засовываю по меткам ставлю точно по линии подгибаю ставлю на вторую линию подгибаю иду на другую конец тонка ставлю на замеченную линию тоже подгибаю вот такая деталь у нас получается и далее уже я делаю то же самое по белому маркеру делай по белому маркеру тоже самый элемент на левую сторону и пойдем уже на крышу формировать фальцы на месте уже и делать замеры боковых деталей кстати ребят вот этот продукт называемый клик фальц от компании или производителя грандлайн не является фальцевой кровли как они у себя заявляют на сайте или на youtube канале никакого отношения к фальцевой кровли клик фальц не имеет это имитация фальцевой кровли и то что мы делаем сейчас из этого продукта не сделаешь и так эту деталь мы с вами делали давайте немножко да и не посмотрим ту деталь которые я уже сам аналогично то есть сделал ставим на место прижимая смотрим видно ли не до совпадение видно ли не совпадение эту линию которая идет а мы ее не берем потому что я его чисто рисовал на глаз поэтому мембрана именно мембрана показала правильную линию угол подходит видим отлично видим вот эту линию которая подходит тоже прям миллиметра миллиметра попало здесь тоже видим попадание хорошее здесь видим точно ну соответственно там тоже все все прямо идеально смотрим ту деталь которая делали мы с вами синий карандашик ставим на место вводим угол неудобно одной рукой работать и держать чуть-чуть на меня так немножко неудобно давайте я поставлю посмотрим так ребят вот поставил на место и и смотрим наша линия совпадает здесь совпадает все как по этой линии так и по той линии которые есть смотрим здесь здесь в углу попадает все здесь даже на линию попала которая была но мембрана показал правильно ли здесь видим что совпадение и здесь видим что немножечко линия ушла туда и так как я сказал когда я признаю возьмем запас больше то у нас вполне здесь хватает чтобы опустить в правильную линию и сделать малев малый фальц все как то вот так ребят не забывайте подписываться на наш youtube канал на нашу группу в телеграм на нашу группу вконтакте и в инстаграм все ссылки будут в описании и